добрый день дорогие друзья я рада вас приветствовать на моем канале на канале алики мирной и сегодня у нас с вами карта дня на 25 марта 2022 года так это у нас пятница день венеры давайте посмотрим так у нас завтра удвоенная императрица да то есть это возможно что возможно что значит особую роль будет играть женщина в этот день однозначно да то есть это может быть это можете быть вы допустим да это может быть ваша мама к примеру или женщина ну вот с вашего с вашей семьи так какая-то может быть важная новость будет от нее что еще что еще благополучие получение какого-то результата в этот день хорошо заниматься знаете вот с собой своим здоровьем физическими какими-то нагрузками давайте посмотрим общая характеристика дня но получение результата однозначно будет да то есть по этой карте рыцарь пентаклей что здесь получение какого-то предложения выгодного дальше что тут может быть получение каких-то финансов к примеру то есть вы можете получить как ну или заработок или отпускные или какие-то деньги в общем вы получите также здесь идет речь о вложении денег то есть может быть вы на что-то потратитесь но это будет удачное вложение денег да то есть это будет какая-то хорошая инвестиция инвестиция это может быть как вы можете инвестировать что-то в себя да то есть и то же самое время что-то связанное с дорогой То есть вы можете покупать или билеты, или транспорт, или что-то такое. Это карта Рыцарь Пентакли. Это карта медленная. То есть что-то вы будете... Возможно, вы будете к чему-то готовиться, не спеша. То есть вот как-то так. Давайте посмотрим, в чем будет заключаться позитив дня 25 марта. Позитив заключается в Колесе Фортуны. Ну, во-первых, тут может быть что-то связано с перемещением, действительно. Также у нас в этот день у нас еще работает старший аркан Верховный Жрец. То есть это как покровительство. То есть те события, которые будут происходить с вами в этот день, те решения, которые вы будете принимать в этот день. То есть можно сказать так, что это по судьбе так должно быть. То есть вам сопутствует удача. То есть вам в чем-то везет. И везет не просто так. То есть вы должны к чему-то прийти. Поэтому это может быть счастливое стечение обстоятельств, допустим. Вы можете получить какую-то помощь, покровительство в этот день. То есть вам будут сопутствовать все высшие силы. Для того, чтобы вы к чему-то пришли. Для того, чтобы был достигнут какой-то конкретный результат. В чем будет заключаться негатив дня? А негатив будет заключаться в промедлении. Если вы будете, знаете, как-то что-то медлить. Вот именно с принятием какого-то решения. Потому что в данной ситуации тоже есть медлительность. Вот по Рыцарю Пентакли. Но здесь идет... Знаете, как бы вы не спешите, но вы получаете какой-то конкретный результат. А по данной карте это когда вы что-то ожидаете. Но может быть как-нибудь потом. В то же самое время по этой карте что еще может быть? Вы можете не до конца оценить те, скажем так, события. Те «совпадения» в кавычках, в которые вы попадаете, с которыми вас сталкивает судьба. То есть, грубо говоря, по данной карте вы противитесь тому, что в вашей жизни происходит. То есть колесо фортуны вам дается не просто так. Это какой-то счастливый случай. И человек по данной карте может не оценить. Он может просто не оценить то, что ему дается. Уменьшить значимость того или иного события. И вот это будет в негативе. Так, давайте посмотрим с вами, на что следует обратить внимание. 25 марта 2022 года. На что следует обратить внимание? На свой дом, на детей. Да, это очень важно. На родных, на близких. То есть вот на это следует обратить внимание. То, что вот вы делаете, да, вот то, что вы будете делать в этот день, это вы делаете для дома, для родных, для своей семьи. Да, для, скажем так, вот для вашего и их благополучия. Также в этот день возможно ощущение того, что когда-то такая ситуация была. Да, потому что это карта дежавю. То есть что-то вы уже могли проходить, с чем-то вы могли сталкиваться. Может быть в вашей жизни кто-то появится, скажем так, из прошлого, даст о себе знать. Но при этом это будет счастливое стечение обстоятельств. То есть вы будете понимать, что, ну, это хорошо, это во благо. Какая карта характеризует личные взаимоотношения 25 марта 2022 года? Это личные взаимоотношения. В личных взаимоотношениях будет всё хорошо. То есть, знаете, тут карта такая, она шутовская. То есть всё как-то игриво будет, легко. Но в то же самое время вы будете для себя делать какой-то выбор. Вот как будто бы вы должны из чего-то выбрать. И вот вы будете понимать, что этот выбор вам необходимо сделать. И, возможно, сделать его будет тяжело. Но вы, опять же-таки, получите какой-то результат. То есть вы на чём-то остановитесь. Так, рабочая сфера. В работе будет всё хорошо. В помощь выпадает некий вам король жезлов. То есть какой-то мужчина может быть вашим покровителем, допустим. Он может за вас заступиться. Притом, если он заступится, я думаю, что это будет за вашей спиной. Вы можете даже и не знать об этой ситуации. Но кто-то за вас может замолвить слово. То есть его влияние, влияние этого человека будет достаточно весомым в этот день. И вы до конца, может... Да вы либо до конца просто не будете понимать или знать, допустим, что там происходит у вас за спиной. Вам могут что-то доносить, какую-то информацию. Но вы полностью ею владеть не будете. Либо вы вообще не знаете, что там творится, допустим, среди там вышестоящих, да, вот среди высшего руководства какого-то вашего. Или партнёров, допустим, более влиятельных ваших. Но кто-то будет на вашей стороне, кто-то за вас замолвит однозначно в этот день слово. Кто-то окажет какую-то поддержку вам. В то же самое время, да, здесь это карта амбиции, карта карьерного роста. В работе будет у вас всё получаться, всё будет хорошо. Так, можно ли 25 марта 2022 года представителям всех знаков зодиака давать деньги в долг? Можно. Можно ли 25 марта 2022 года брать деньги в кредит? Ну, я думаю, что можно. Вы знаете, при том это кредит какой-то скорый может быть. Знаете, быстрые деньги. Какие-то быстрые деньги. Можно. Так, и... Какой общий совет карт для представителей всех знаков зодиака на 25 марта 2022 года? Вот он. Так, хорошо. Ну, здесь явная какая-то помощь, поддержка влиятельного человека, влиятельного мужчины. Возможно, это что-то связано с делами. Может быть, это связано с вашей личной жизнью. То есть какую-то очень важную роль вот в этот день будет играть как женщина, да, потому что мы вспоминаем, у нас идёт удвоенная императрица. То есть это может быть мать, жена, допустим, там, я не знаю, бабушка, к примеру. То есть женщина влиятельная в семье. Да, и в то же самое время мы видим ещё и влиятельного мужчину. Вот этот союз, вот этот союз будет достаточно гармоничным. Что-то у вас произойдёт во благо. Всё будет хорошо. Да, то есть какой совет? Какой совет? Если вам оказывают помощь, да, или предлагают какую-то помощь, то вы её примите. И здесь я бы так сказала. Конечно, эта фигура, как говорится, того, кто внизу, достаточно такая. Сама карта вот эта, аркан, он тяжёлый, серьёзный. Ну, в принципе, как каждый старший аркан, несёт в себе определённую нагрузку. Но по данной карте, вот в данной ситуации я бы сказала так, что не бойтесь. Не бойтесь. Вы должны взять себя в руки в какой-то ситуации, если вы где-то засомневаетесь в чём-то. Вы должны взять себя в руки. Вы должны почувствовать какую-то силу, какую-то мощь. То есть у вас есть огромный потенциал. И здесь ещё, смотрите, те события, которые у вас происходят в жизни, да, всё будет приходить к тому, что будет заставлять вас действовать, да. То есть вы должны совершить что-то, не отсиживаться, допустим, да, не ждать там чего-то, а вы должны действовать, да. То есть есть период, когда мы чего-то ожидаем, да, и есть период, когда нам необходимо как-то себя проявить, что-то сделать, хоть как-то дать понять всем остальным, да, что вот мы к чему-то стремимся, к чему-то мы идём. Так вот в этот день вам необходимо действовать. И при том эти действия будут у вас по судьбе. То, что вы будете делать, предпринимать, решать, это всё по судьбе. Так должно быть. Давайте посмотрим ещё общий совет карт. Выразите индивидуальность. Позвольте истинному Я проявить себя во всём блеске, потому что вы достойны восхищения, да. То есть вот, ну, по большому счёту, это и есть проявление, да, вот это и есть вот эта активность, когда вы себя показываете, вы как будто бы о себе заявляете. Вы не уходите куда-то в тень, да, а вы наоборот, в данной ситуации вы выходите в свет, то есть вы готовы к чему-то. Когда вы делаете шаг вперёд, уверенный шаг вперёд, и у вас всё получится. Всё получится, всё будет так, как надо. Потому что в этот день, да, здесь идёт покровительство ещё и высших сил. Поэтому не сомневайтесь. Я благодарю вас за внимание. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мне всегда приятно. Всего доброго вам. До свидания. Спасибо.